И вновь снос исторического здания в центре. На сей раз под ковш экскаватора попала суконная фабрика купцов Бахрушина. К слову, ярчайший образец московской промышленной архитектуры 19 века. Его место в Кожевническом проезде должен занять элитный жилой комплекс. Репортаж Евгения Строгиной. На фабрике закрытый больше века назад вдруг снова начались работы. Но вместо ткацких станков гремит строительная техника. Исторические корпуса снесли. От здания не осталось. Даже фундамента. Сюда выезжал инспектор, который также пытался пройти на стройплощадку. Строители просто не допускали. Приезжала полиция, требовала допустить сюда инспектора. Они полицию также не слушались. То есть делалось всё для того, чтобы дальше продолжить эти самые незаконные работы. Навсегда потеряна дореволюционная кирпичная кладка. Её под видом строительного мусора с площадки вывезли. Вход на территорию закрыли, а по периметру выставили охрану. Ещё несколько дней назад здесь было здание фабрики. Понимаете это? Я вот когда сюда пришёл, лично, когда наш организм сюда встал, то здания уже наполовину не было. Когда-то здесь был целый заводской комплекс с общежитием для рабочих больниц и детским садом. Владели производством самым технологичным по тем временам купцы Бахрушины. Успешные бизнесмены и по совместительству профессиональные меценаты. Это были самые известные благотворители в России. Строили ремесленные училища, церкви, соборы. Всё на безвозмездных условиях для города, который они очень любили. Фабрику сносили по частям на протяжении нескольких месяцев. Это был один из самых ярких памятников промышленной архитектуры. И последний, сохранившийся в столице, комплекс, построенный купцами-бахрушинами. На его месте появится элитный жилой квартал. Представитель фирмы-застройщика общаться с нашей съёмочной группой не захотел. Давайте ответьте на один простой вопрос. Почему вы сейчас не хотите прокомментировать ситуацию? Потому что я не полномочен давать комментарии. Вы кем являетесь? Евгений, я представитель компании «Аотиум». Пожалуйста, можете рассказать, почему здесь происходит снос здания? Вы снимаете нас, продолжаете? Да, ну зачем? Компания «Застройщик» формально закон не нарушала. Инвестиционный проект согласован. И хотя разрешение на снос корпусов она не получала, никто ей фактически делать этого не запрещал. Объект по всем внешним признакам памятник, но в список особо охраняемых он так и не был включён. Первоначальный объём здания дополнен пристройкой, реконструирован с заменой перекрытий. Внутренняя планировочная структура строения была сильно изменена. Принято решение о согласии с возможностью сноса здания. Здание не вернуть, но родственники купцов-похрушенных всё равно намерены восстановить историческую справедливость. Делать это, скорее всего, придётся через прокуратуру. Евгения Острогина, Антон Ситников, Артём Нестеренко, Александр Косинков и Юлия Нетребина. Вести. Москва.